Друзья, всем привет! Вы на канале FieldTime, с вами как всегда Станислав и сегодня я приготовил для вас небольшую подборочку из трех часов от микробренда AV8. Если вы следите за каналом, то уже видели мои обзоры на часы AV8, если еще не видели, то самое время исправить, это недоразумение подписаться на канал. Я снимаю часы часто, разбираю их по косточкам максимально детально, поэтому если вы ищете, выбираете свою любимую модель, то вам точно будет полезно. Так вот, микробренд AV8 на сегодня принадлежит тому же хозяину, что и микробренду Spinnaker. И так как Spinnaker я показывал уже очень много, то мы знаем, что у бренда классное качество и в общем-то наша задача сегодня посмотреть, а похвастается ли AV8. Тем же самым, что и Spinnaker. А на вопрос, зачем одному хозяину несколько брендов, отвечу так, что Spinnaker заняли определенную нишу. Это винтажные дайверские модели, тем временем, когда AV8 ушли больше в авиаторскую стилистику, но опять же с нотками винтажа. В общем, давайте смотреть, знакомиться, разбираться, что у нас в коробочках, чем нас сегодня порадует AV8. И, пожалуй, начнем вот с этой модели. Часы имеют название AV8 P-51 Mustang Hitchcock Automatic и посвящены пилоту и олимпийскому игроку в поло Томасу Хичкоку-младшему, который погиб в период Второй мировой войны в авиакатастрофе. Также часы посвящены американскому одноместному истребителю тех времен P-51 Mustang. Дизайн часов передает стиль самолета. Заводная головка повторяет выхлоп двигателя, а ремешок из натуральной кожи выполнен в духе текстуры сидения и аккуратно прошит серой ниточкой. Корпус сделан из нержавеющей стали с темно-серым напылением. Бока круглые, с зеркальной полировкой, верхняя часть ушек и рант сатинированы. Качество отделки отличное. Над рантом возвышается немного выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Диаметр корпуса 43 миллиметра, от ушка до ушка 51 миллиметр, толщина 14 миллиметров, вес 100 грамм. На моем запястье 18 сантиметров обхват сидят отлично. На удобство посадки влияет и приятный ремешок из натуральной серой кожи. Сделан он очень добротно, плюс, как я и говорил ранее, вот эти места стилизованы под сидения истребителя. Через заднюю крышку часов можно видеть японскую механику с автоподзаводом Seiko NH35A. Тут, конечно, особо нечем любоваться. У этого механизма отделка, можно сказать, отсутствует. Зато механизм надежный, имеет запас хода 42 часа. Здесь есть ручной завод и стоп-секунда. Ситуацию с отделкой более-менее скрасили брендированным маятником AV8 и надписью на стекле TEN GOLD TOMI. Отдающие дань уважения заслугам хичкока в области полу. Отдельного внимания заслуживает циферблат. Основная пластина сделана из нержавеющей стали и затерта в заводских условиях. Это придает модели стильный и дорогой внешний вид. От 0 до 15 минут есть накладная пластина, которая похожа отчасти на приборную панель самолета. Как вы можете видеть, какие-то метки прорезаны, как сэндвич, а какие-то наоборот накладные. Это придает хорошего объема. Приятно расположена и дата у отметки 6 часов. Она на черной подложке и не отвлекает внимания. На стрелках и самых крупных метках есть швейцарская суперлюминова, которая накапливает энергию и светится в темноте. Так что основное время всегда можно считать. Из неназванных характеристик не сказал только о водозащите 50 метров. Это классика для авиаторских часов. Следующая модель AV-8 Kent Automatic также имеет свою историю. Во время Второй мировой войны существовало элитное подразделение польских летчиков под названием эскадрилья 303. Воевали они за Британию. И управляя истребителями Hawkers Hurricane сбили максимальное количество вражеских самолетов, тем самым внеся себя в историю. Управлял подразделением Джон Кент. Именно в его честь и названа эта модель. Часы имеют как скрытую, так и явную символику этой истории. Например, на циферблате вы можете видеть символы РФ, что значит код эскадрильи. А на противовесе секундной стрелки находится миниатюрный истребитель Hawker Hurricane. Более явная символика есть на задней крышке в виде гравировки логотипа эскадрильи 303. Корпус, как и в предыдущих часах, сделан из нержавеющей стали с темно-серым напылением. Здесь полное сатинирование, качество отделки также отличное. Стекло сапфировое с антибликовым покрытием снова же немного возвышается над уровнем ранта. В целом могу сказать, что дизайн этих часов это классический вариант авиаторской стилистики. Форма корпуса, разметка на циферблате, все в лучших традициях стиля. Диаметр корпуса 43 мм, от ушка до ушка 50 мм, толщина 13,5 мм, вес 85 грамм. На моей руке сидят отлично. Снова же на удобство посадки влияет классный ремешок из натуральной кожи. Он и толстый, но при этом очень мягкий и податливый. Плюс хорошего качества застежка с брендированием EV8. Мне очень нравится циферблат. Во-первых, очень важно, что здесь есть разметка 12 часов, 60-минутная разметка и разметка 24 часов. То есть читаемость здесь на высоте, а это все-таки авиаторские часы и читаемость должна быть хорошей. Метки часов высокие и мне нравится объем, который получился за счет этих элементов и углубления в сердцевине модели. Плюс интересная форма стрелок мечей с черной окантовкой, что также делает отличный контраст и прибавляет к читаемости. Да и подсветка здесь явно интереснее, чем на предыдущей модели. Давайте посмотрим. По механизму и водозащите часы не отличаются от предыдущей модели. Все тот же японец Seiko NH35 и водозащита 50 метров. Последняя модель из нашей подборки это часы AV-8 Diablos Rogue's Hawker Hunter, посвященные истребителям Hawker Hunter, которые были на вооружении в Британии в 1950-60-х годах. Здесь сразу привлекает внимание скелетонизированный циферблат с открытым балансом, через который можно видеть работу японского механизма. В спецификациях часов не указано, что за механизм, но обычно в часах такого типа с открытым балансом стоит Seiko NH38. У него 42 часа запас хода, работает он на 24 камнях и частоте 21 600 полуколебаний в час. Собственно, вот эта информация указана на некоторых элементах циферблата и задней крышки часов. В целом циферблат читается очень неплохо. Хорошо выделены высокие метки часов и стрелки также жирные, но было бы еще лучше, если бы у них окантовка была черной, так как серебряный цвет здесь немножечко теряется. Вообще скелетоны обычно перегружены, но здесь такого ощущения нет. Циферблат смотрится дорого и вполне гармонично. На стрелках и метках есть швейцарская суперлюминола. Закрывает циферблат немного выпуклое стекло с сапфир с антибликовым покрытием. Эта модель самая крупная из всех, что я показал. Диаметр 44 мм, от ушка до ушка 52 мм, толщина 14 мм и вес на полном браслете составляет 165 грамм. На моей руке 18 см в обхвате, сидят, можно сказать, впритык. Это мой размер, но я вам скажу, что на более крупной руке они будут смотреться однозначно лучше. Корпус часов сделан из нержавеющей стали 316L. Это сатинирование с тонкой полоской зеркальной полировки на стыке боковой и верхней поверхности. Также зеркальная полировка есть на ранте и на заводной головке. Рант имеет скошенное гравирование, что придает дополнительного объема часам. Браслет также из нержавеющей стали, он полностью сатинирован, все звенья литые, качество здесь отличное. Застежка, можно сказать, классика для часов в этом ценовом сегменте. Раскладная с двойной фиксацией, летая внутри, штампованная снаружи. Через заднюю крышку часов можно видеть работу механизма и маятник с рисунком в стиль истребителя Хаукер Хантера. Если честно, рисунок мне не особо понятен. Считаю, что лучше бы брендировали названием AV-8 и характеристиками механизма. Ну, сделали как сделали. Из неназванных характеристик остается только водозащита 50 метров, как и в других моделях. Можно помыть руки, не бояться дождя, но купаться в этих часах нельзя. По итогу хочу сказать, что учитывая тот факт, что этот бренд делается буквально под одной крышей с брендом Spinnaker, то и качество, соотношение цены и качества здесь абсолютно соответствует. Если вы ищете вариант недорогих, но очень качественных часов, то AV-8 это прекрасный вариант купить как раз-таки такие часы, потому что соотношение цены и качества здесь на очень высоком уровне. И на сегодня более популярные бренды такое качество вам за такие деньги точно не предложат. В нашем магазине FieldTime вы покупаете только оригинальные часы AV-8 с официальной гарантией 2 года. Ссылки на эти модели я оставляю в описании к этому ролику. Не забывайте участвовать в жизни канала. Подписывайтесь, пишите в комментариях, как вам эти часы. А с вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.